ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О сложности трассы, целях и планах на будущее с нами поделился генеральный спонсор и руководитель комплекса «Зауральский тракт» Виталий Нохрин. Ну, во-первых, сам участник и достаточно серьезно хочу увлечь подрастающее поколение именно техническим творчеством, именно спортом, потому что у нас за плечами предприятия автомобильного транспорта, грузовики, и хотим, молодое поколение, чтобы пришло к нам на спорте, технически творить, ну, естественно, трудиться. Трасса была обкатана еще в 2015 году. С тех пор постоянно дорабатывалась, придумывались новые препятствия. Ну, если топтаться на месте, то, естественно, ничем народ не удивить, ни спортсменов, ни участников, ни тем более зрителей. Это обязательно нужно чем-то удивлять. Будут усложнения трассы, будут новые упражнения, достаточно серьезные. Все происходит на личном финансовом бюджете. То есть здесь очень сложно с финансовым бюджетом. Это дело лично каждого. На сегодняшний день никакой же поддержки нет. И мы пытаемся привлечь молодежь вот, наверное, в стандарте, показать, что такое спорт и попытаться, чтобы они поучаствовали. Ну, и не только спорт. У нас джип-клуб ходит в горы. И здесь мы показываем природу молодежи, показываем, как можно отдыхать качественно, с душой, с природой, а не заниматься непотребными делами. О результатах гонки, призах и настроении с нами поделился судья соревнований по джип-триалу Вяткин Максим. Настроение боевое, но все подустали. Достаточно продолжительная гонка получилась. Но сейчас будет награждение, я думаю, призы этого усталость сразу снимут. В соревновании приняли участие 26 экипажей в двух классах – туризм и спорт. Первыми стартовали автомобили, выступающие в классе туризм. По регламенту гонки участники должны были пройти как можно больше препятствий, подготовленных организаторами за наименьшее время. Чаша, вал, брод, мосты, лесоповал, верблюд, трамплин, артикуляция, камыш и овраг. Призовые баллы начислялись как за прохождение каждого препятствия, в зависимости от уровня сложности, так и за время, потраченное на гонку. Самым сложным были мосты. На этом препятствии проверялась слаженность команды, уровень подготовки и технического оснащения машины. До финиша добрались не все. Некоторые участники были вынуждены сойти с трассы, но в целом экстремалы показали очень зрелищное шоу. Затем на старт вышли экипажи в классе «Спорт». Это были уже более подготовленные машины. Имея больше клиренс, повышенную проходимость и мощные двигатели, автомобилям приходилось преодолевать и более тяжелые препятствия. На пьедестал в классе «Туринс» зашли, заняв третье место. «Долгушин Дмитрий» на автомобиле «Нива-2121». Второе. «Чеканин Сергей» на автомобиле «Митсубиши» L200. И первое. «Родин Иван» на УАЗ «Патриот». В классе «Спорт» первое место занял «Боровик Роман» на «Тойоте». Серебро досталось «Генералову Евгению» на УАЗ-469. И третьим был «Радченко Антон» на автомобиле «Митсубиши» «Делика». Как говорят любители бездорожья, этот вид спорта достаточно затратный, но оно того стоит. Адреналин, получаемый при форсировании снега, грязи и прочих препятствий, заставляет садиться за руль своего железного коня снова и снова, несмотря ни на какие трудности. Антон Тиженков, Евгений Быков, Дмитрий Тихонов, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».